С вами учебник «Слух». География, пятый класс. Тема урока «География в древности». Что знали о нашем мире древние? Первые представления о Земле и её природе вначале были очень далеки от современных. Всё происходящее в природе считалось волей добрых или злых божеств. В Древней Индии считали, что Земля лежит на спинах трёх слонов, а те стоят на огромной черепахи. Жители Вавилонского царства представляли Землю в виде горы, окружённой морем. В Древнем Китае считалось, что небо имеет форму круга, а Земля – квадрата. В середине квадрата лежит центр мира, их срединное государство, Поднебесная империя. Лишь оно находится под небесным покровительством. Представления людей об окружающем мире расширялись постепенно. В первобытном обществе люди могли интересоваться лишь ближайшими окружающими их территориями. Им нужно было узнавать, где лучше охотиться, где собирать съедобные растения, где прятаться от хищников. Позже древний народ шумеры, живший в Междуречье Тигра и Ефрата, придумал колесо, а древние египтяне – парус. С изобретением колеса и паруса люди смогли передвигаться на большие расстояния и узнавать о дальних землях. На коже и ткани, папирусе, бумаге, глиняных табличках они начали отображать пройденный путь и фиксировать важные сведения, например, места стоянок, реки, озера, растительность. С дальнейшим развитием мореплавания, науки и техники умножались и географические знания. Жители Древней Греции плавали на грибных и парусных судах не только вдоль берегов, но и в открытом море, могли уже ориентироваться по Солнцу и полярной звезде. Давайте запомним, в древности знания о Земле были ограничены, люди представляли Землю плоской, а об окружающем мире судили по мифам и легендам. Как появилась географическая наука? География – одна из древнейших наук на Земле. Ее зарождения связывают с античным миром, прежде всего с Древней Грецией. Греки основали множество колоний по берегам Средиземного, Черного и Азовского морей. Они много путешествовали и в разных местах замечали особенности природы и своеобразие чужих обычаев. Результатом наблюдений становились не только описания берегов морей, сухопутных путей, небесных светил, но и измерения пройденных расстояний. Самыми знаменитыми рассказами о странствиях стали поэмы Гомера, Илиада и Одиссея. В представлениях Гомера и его современников IX-VIII века до н.э. земля существовала в виде диска, а сушу со всех сторон окружала река, океан. Ученый Гекатей V-VI века до н.э. обладал обширными познаниями и сам много путешествовал. Он составил описание всех известных тогда стран. На приложенной к своему труду географической карте были впервые обозначены три части света. Европа, Азия и Ливия, Африка. По мере накопления географических знаний в Древней Греции стало меняться и представление о Земле как о плоской и неподвижной. Появлялись ученые, которые начинали сомневаться, что природа – это стихия, подвластная лишь богам. Эти ученые стали искать объяснения природным явлениям, а также доказательства собственной правоты. Почему гремит гром и сверкает молния? Почему море в одних местах наступает, а в других отступает? Почему звезды на небе изменяют свое расположение при передвижении с севера на юг? В IV веке до н.э. великий ученый античного мира Аристотель пришел к выводу о шарообразности Земли. К этому его подтолкнули многочисленные наблюдения, например, за лунными затмениями. От Земли падала тень дугообразной формы. Кроме того, Аристотель выдвинул идею о земных оболочках и едином океане. Древнегреческий ученый Эратосфен, III-II века до н.э. впервые употребил термин географика, сумел довольно точно высчитать размеры земли и составить на этой основе одну из первых карт. Птолемей I-II века, грек по происхождению, живший в Древнем Риме, составил гораздо более совершенную карту мира. Римским гражданином был Истрабон. Его знаменитое сочинение «География» дошло до наших дней. Это самое полное собрание знаний о географии в античности. Давайте запомним. У истоков географии стоят ученые Древней Греции. Античные ученые предположили шарообразность планеты и высчитали ее размеры. Кто такие финикийцы? Финикийцы – очень древний народ, живший на восточном побережье Средиземного моря. Мореплаватели и торговцы, они ходили на своих грибных судах по всему Средиземноморью, от Египта до Геркулесовых столбов, вход в Гибралтарский пролив и дальше в Атлантику. Смуглые, шумные, в ярких одеждах финикийцы прослыли достаточно жестокими людьми. Однако их товары – ливанский кедр, ткани, масла – были желанны, и другие народы активно торговали, одновременно соперничая с ними. Финикийские корабли регулярно доходили до островов блаженных, современные Канарские острова. Собираемые там особого вида лишайники, раковины, смола драконового дерева, применялись для изготовления стойких красителей. Их финикийцы использовали для окрашивания своих знаменитых тканей. Как повествовал древнегреческий историк Геродот, финикийские моряки по приказу египетского фараона Неха II совершили беспримерное плавание вокруг Африки. И это за две тысячи лет до европейцев.